Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о чемпионате России по футболу и сосредоточимся на матче Санкт-Петербургского Зенита и футбольного клуба Урал, где сине-белые-голубые добились более чем убедительной победы со счетом 5-1. Что Спартак обыграл своего соперника 5-1, что Зенит, сейчас вот у нас лидеры разошлись не на шутку. И если честно, это меня немножко не то чтобы раздражает, но есть какое-то чувство досады от того, что Зенит, который выглядел абсолютно безвольным и безидейным в матче с Брюгге, здесь вот разошелся не на шутку. Но это, конечно, личное дело клуба и тренера, как распределять нагрузки, где нужно выкладываться и так далее. Ну и, разумеется, Урал не такой сложный соперник, как бельгийцы. Но есть у меня ощущение, что Зенит на последний матч Лиги Чемпионов выходил каким-то обреченным и каким-то, знаете, немотивированным. А здесь вот они разошлись не на шутку. Это очень неприятно, потому что в итоге от этого страдает наш, в принципе, чемпионат. И мы теряем места для тех же самых клубов в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы. Мы опускаемся в таблицы коэффициентов УЕФА и смотреть на то, как Зенит и тот же самый ЦСКА обыгрывают всех и вся в чемпионате России, а потом просто бездарно играют в Еврокубках, если честно, противно даже в каком-то смысле. Особенно глядя на тот же самый Краснодар, который в том числе, жертвуя результатами в чемпионате России, пробивается в Еврокубковую весну, пробивается в плей-офф Лиге Европы. Не подумайте, что я фанат Краснодара или хейтер Зенита и ЦСКА, но просто это выглядит как-то неприятно, на мой взгляд. Ну да ладно, давайте сосредоточимся на матче Зенита и поймем, за счет чего они обыграли Урал. Многие из вас наверняка делают ставки на спорт, и мне хотелось бы посоветовать вам тот портал, где ставлю лично я. Это сайт OneWin. Там очень удобный интерфейс, там эксклюзивные линии и очень простая регистрация буквально в один клик. Поэтому выводить деньги там можно без комиссии и в любой валюте. Вот, например, недавно я сделал ставку на Динамо в матче против Тульского Арсенала, потому что на победу Белоголубых дают хорошие коэффициенты 1,7. И хотелось бы отметить, что вы можете воспользоваться моим эксклюзивным промокодом КОСТЬЯ200. По нему вы можете получить 500% к первым четырем депозитам. Ну и плюс к этому хотелось бы отметить, что сейчас на сайте OneWin идет акция Кэшбэк 30%. Если пройдете по ссылке в закрепленном комментарии и введете этот промокод. Ну и начинаем мы, конечно же, со стартовых составов. Если говорить о Зените, здесь были как хорошие новости, так и негативные. Потому что по сравнению с матчем против Брюги, здесь, например, в основе вышел тот же самый Чистяков, которого не успели заявить в Лигу Чемпионов. Были другие приятные изменения. Аздоев вернулся в основу и так далее. Азмун и Дзюба на СТЕ. Артем также вернулся в состав. Но были и потери. Например, Байос отсутствовал в составе. Ну и вообще обойма получилась достаточно неожиданная. Лунев на воротах, не Михаил Киржаков, Лунев. Хотя, на мой взгляд, Миша своей игрой уж точно не заставил сомневаться. В своих способностях отыграл очень прилично в последнее время. Что касается защитников, справа играет Сутармин, потому что проблема на данной позиции. Слева Жирков тоже получается не самый основной игрок, не Дуглас Сантос. Потому что Сантос был сдвинут в центр поля на замену Бариосу в пару Коздоеву. Ну а что касается защиты центра, то здесь Ярослав Ракицкий плюс Чистяков. Вот, увы и ах, Чистякова не заявили на Лигу Чемпионов. А кто знает, может быть он сыграл, ну, как минимум лучше. Прохина, который откровенно провалился в матче против Брюге и на Пайвозил. Ну да ладно, это уже про Лигу Чемпионов. И я так слишком много времени на это отвел в этом обзоре. Давайте разберемся с остальными позициями. Если брать атакующую группу, здесь мы увидели всю королевскую рать лучшей силы Малком Дрюси Азмун Дзюба. Поэтому мы должны понимать, что все они не в лучшей форме. Все они относительно недавно получали травмы Дзюба. Вообще совсем недавно был в лазарете. Поэтому здесь, конечно, были сомнения в боеспособности данного квартета. Ну а что касается Урала, их состав был достаточно любопытным. С одной стороны, с другой стороны, здесь были свои нюансы, которые имели серьезные последствия. Вот, например, отсутствие ведущего форварда Панюкова. Здесь на острие в результате появился Погребняк, ветеран, легенда, кстати говоря, бывший футболист Зенита. И, конечно, было интересно посмотреть на него в матче против бывшей команды. Но мы должны понимать, что Погребняк – это игрок нестабильный сейчас. Это уже не та голевая машина, что была раньше. И хотелось бы отметить, что моментов у него было полно. То есть первую функцию нападающего он выполнил. Он создавал опасность у ворот соперника. Но с реализацией были проблемы, и свои шансы он упустил. Поэтому в том же нападении были неприятности. Касательно обороны, здесь скорее нужно спросить у главного тренера Матвеева, почему он в последнее время не доверяет Герасимову, опытному защитнику, который, в принципе, неплохо себя проявлял по ходу стартовой части сезона. И я даже в каком-то видео говорил о том, что стоит его попробовать в сборной. Ну, когда у нас были проблемы с центральными защитниками. Но сейчас используют на позиции центрального защитника Августиньяка, номинального опорника. И в результате, без Герасимова, команда пропустила 4 мяча в первом тайме. А потом в тайме под номером 2 Герасимов появился. Ну и ситуация хоть как-то стабилизировалась. То есть тут уже скорее вопросы к Матвееву. Касательно остальных позиций, Рыков, Кулаков, Золотов, которые играли вместе с Августиньяком в обороне, неплохие исполнители. Но хотелось бы отметить, что тот же Золотов получил травму. Его пришлось менять. Кулаков это ветеран, который не всегда успевает за соперниками на своей позиции, потому что уже возраст. Дает о себе знать. Это вот как Жирков местный. Такой же старик-разбойник. Если говорить о Помазуне, то для голкипера ЦСКА, конечно, матч был особый. Но когда тебя вот так расстреливают, здесь ждать, что вратарь изменит ход встречи, наверное, наивно. Для этого нужно быть новым Сафоновым. Ну, примерно по уровню, чтобы играть, вот, знаете, вот таким спасителем отечества. Как вспомните, Сафонов в матче с Реном, французским, практически вытянул в одиночку команду на ничейный результат в первой встрече. Вот это Сафонов. А Помазун все-таки по масштабу таланта, наверное, уступает, поэтому здесь в одиночку спасти команду он не сумел. Мишки Чайовичич, центральная связка в полузащите. Югославская такая Бигфалви поближе к атаке, рядом с Погребником Егорычевым и Эль Кабиром, который, кстати, в свое время мог оказаться как раз-таки в Зените. Были такие слухи. Ну и хотелось бы отметить, что, в принципе, сама по себе обойма у Урала достаточно приличная. И хотелось бы напомнить, что до встречи с Зенитом у них была серия из пяти туров без поражений. Поэтому здесь, на самом деле, особенно глядя на выступления Зенита, неудачные, были ожидания, что Урал даст бой. Но не сложилось. С чем это связано? Давайте разберемся. Итак, во-первых, Урал проиграл верхи. То есть, если мы посмотрим статистику, то примерно 60 на 40% выигранных единоборств на втором этаже. Учитывая то, что для Урала это критически важно, потому что у них силовой футбол, и Бигфалви, и Погребняк, это рослые ребята, которые должны замыкать верховые подачи, забивать. Для них это критически важно, но не сложилось. В данной отрасли Зенит более-менее закрыл верховые вот эти подачи. И тот же самый Погребняк, ну, чаще всего он угрожал воротам, что называется, с первого этажа, снизу. И вообще хотелось бы отметить, что Паша в этой встрече был своеобразным олицетворением Урала в том плане, что он упускал свои шансы. То есть, говоря по факту, в этой встрече по ударам по воротам соперника 23-13 в пользу Зенита, но попадание в створ уже 12-4. То есть, условно говоря, по ударам нету даже двукратного преимущества у Зенита, а попадание в створ у Зенита в три раза активнее. А вот что касается забитых мячей, здесь 5-1. То есть, налицо разница в классе исполнителей, так или иначе. И мы видим, что Зенит лучше использовал свои шансы, свои моменты. Также хотелось бы отметить, что Урал, несмотря на то, что соперник проводил недавно встречу на выезде в Бельгии с этими перелетами, о которых сейчас так много шутят, касательно Зенита, что, дескать, перелеты мешают команде нормально выступать, слишком много сил на это тратится. Вот, несмотря на это, здесь показал себя Зенит вполне себе успешно в плане движения, в плане контроля мяча и всего остального. То есть, было четкое ощущение, что Зенит свежее соперника. А, возможно, это говорит о том, что скорости в нашем чемпионате такое дно, что Зенит, который совсем недавно выглядел тихоходом на фоне бельгийского клуба, бельгийского, ни английского, ни испанского, ни итальянского, бельгийского клуба, вот там Зенит выглядел тихоходом. Сейчас, в принципе, Санкт-Петербург на фоне Урала, это почти как ракета, которая несется и всех сносит. Это, к сожалению, к вопросу об уровне нашего чемпионата. Также хотелось бы отметить важный нюанс в этой встрече для Урала. Это то, что команда не имеет все-таки такого мощного резерва, и поэтому, что во втором тайме они не смогли должным образом взорвать игру своими перестановками, что в первом замена, например, Золотова на Магомадова, вынужденная на фланге обороны. И в результате вот новенький защитник привозит вскоре пенальти. Это тоже, как бы, говорит о многом. Нету такого резерва у Урала. И поэтому Зенит даже ограниченный в возможностях, тоже с травмами и с проблемами, смотрится куда более крепкой командой. У них со скамейки выходят и Мостовой, и другие прекрасные исполнители. Поэтому, конечно же, здесь у Урала было мало возможности переломить ход этой встречи. Ну и вообще хотелось бы отметить, что Зенит первоначально очень здорово доминировал над соперником. То есть до первого забитого мяча процент владения был 60 на 40 в пользу Санкт-Петербургцев. После этого процент подравнялся, но мы-то знаем, что это опять же в пользу Зенита. Потому что когда соперник идет вперед и открывается, вот это как раз игра для Санкт-Петербурга. Когда Зенит сам по себе идет в атаку и играет первым номером всю встречу, то это чаще всего неудачный вариант. Вспомните с Брюги. Зениту нужно было отыгрываться, спасать положение в группе, выигрывать у Брюги. Они шли вперед и ничего толком не показали. А здесь они, в принципе, неплохо себя чувствовали, в том числе и на контратаках. Тем более, что защита Урала, ну это просто дно. Это дно нищенское, по-другому и не скажешь. В прошлом сезоне Урал был чуть ли не самой пропускающей командой России, при том, что неплохо играл в атаке. Вот в этом году какое-то время Матвеев, новый наставник, стабилизировал оборону. А здесь снова началось. Ну то есть, вот знаете, показательные эпизоды. Из пяти пропущенных мячей Урала, два были забиты из одинаковых ситуаций фактически. Когда Урал подавал стандарты, большими силами шел вперед и подставлялся под контратаки. Там то забивали, то пенальти зарабатывали после этой ситуации. Кстати, вот два пенальти, заработанных Зенитом. Здесь, конечно, можно опять какие-то конспирологические теории делать о том, что Зениту подсуживают. Но так или иначе, там эпизоды были вполне себе обоснованные с точки зрения одиннадцатиметровых. И здесь нужно говорить о том, что защитники соперника играли плохо. Как я уже сказал, Герасимова здесь не хватало. Его выпустили во втором тайме. Августиньяк вернулся в центр поля на родную позицию. Рыков играл с Герасимовым в центре защиты. И, в принципе, получается здесь, если бы не было индивидуальной ошибки Магомадова, который привез в пенальти, то Урал мог бы второй тайм отыграть в ноль без пропущенных мячей. Конечно, Зенит там уже ослабил хватку и не так шел вперед, не хотел тратить лишние силы. Но, в любом случае, мы видели вот этот момент, что защита Урала стабилизировалась. А поначалу она играла просто ужасно. Ну и хотелось бы отметить, кстати, возможно, поэтому Зенит и смог добиться такой крупной победы, потому что он быстро забил мячи в первом тайме. Ведь, кто его знает, во втором тайме, учитывая, что все-таки у Зенита должна быть усталость, после матча Лиги Чемпионов все-таки они там тратили какие-то силы. Ну, периодически там бегали против Брюки, что-то там пытались показать. Так вот, после этого, в общем-то, здесь, конечно, было понятно, что Зенит рано или поздно начнет проседать в плане активности, и поэтому могли бы возникнуть проблемы. То есть для Урала, возможно, самое главное было отстоять первый тайм, а дальше Зенит пошел бы на спад из-за физухи. Но получилось с ровным счетом наоборот. Зенит быстро закатал там четыре мяча в первом тайме, а дальше определенный спад активности Санкт-Петербурга выглядел уже вполне себе обоснованным и логичным. Ну и, конечно, нужно, говоря про Зенит, отметить работу фланговых защитников. Жарков, несмотря на возраст, по-прежнему ударными темпами играет. Три ключевые передачи под обострение. У него в этой встрече у Сатармина три ключевые передачи, то есть игрок, который все-таки при одной позиции атакующий хавбек. Вот он из Брюги опаснейший момент создал. И здесь был активен. Он отдал, кстати, голевую передачу еще в этом матче. И при этом Сатарми не забывал про оборону, выполнив шесть отборов. То есть вот здесь на флангах, мне кажется, тот же самый Кулаков. Все-таки ветеран уже проигрывал иногда в скорости. И тот же самый Магомадов тоже откровенно привез там в моменте с пенальти. То есть есть, конечно, свои нюансы в фланговой игре Зенита. Ну и также нужно отметить, что, по-хорошему говоря, Зенит мог отработать в ноль без пропущенных. Но Дуглас, который начинал матч опорным полузащитником, потом перешел в центр обороны в концовке встречи. Вот здесь он в конце привез, конечно, забитый мяч Зениту. Но с другой стороны, там уже это мало чего решало. 5-1 победа Зенита, который догоняет Спартак. И посмотрим, как продолжится это чемпионский гон. Ну и не забывайте проходить по ссылке в комментариях на сайт OneWin, где вы можете воспользоваться промокодом КОСТЬЯ200 и получить бонус в 200% к первому пополнению.